Всем привет! Данное видео, так сказать, по вопросам трудящихся касательно 3D принтеров Creality K1 и K1 Max. Собрал несколько эпизодов, которые отснял по его проблемам, по его вопросам и решениям. Надеюсь, это кому-то поможет. И ещё, купила баба порося. Поскольку первый K1 у меня неплохо так трудится и уже немало на вытрудил, было решено приобрести ещё один такой на распродаже. Как раз ценник-то неплохой был, почему бы не взять. Вот заодно и посмотрим, а вообще Creality работает как-то над улучшением продукта. Что там добавили, может быть, не знаю, убрали наоборот. Кстати, и сейчас распродажа на них ценники на эту линейку немножко подупали. Да, в принципе, на всё упало. Ссылки, если что, будут в описании. Оценивайте это видео, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Поехали! Технарь, куда ты пропал? Чё так мало видосов стал выпускать? И очень редко. Чё-то у тебя случилось? В чём дело? Кому интересно, полная версия будет на лайв-канале. Ссылка в описании. Продолжение будет, так что, если интересно, кому-то подписывайтесь. С мелким К1 всё в порядке. Поотдыхал он где-то две недели, пока я был в отпуске. И сейчас снова в работе. Печатает он сейчас вот такие вот детали из АБС. Это составная часть одного проекта. И вот такие вот опоры. Ну, здесь количество маленькое требовалось. Уже комплект отпечатан. Кстати, скорее всего, о них будет в следующих видео. И вот про него тоже будет в следующем видео. Про Кенгрун К1. Ой, Кенгрун, заговорился. КП-5Л Кенгрун. Для тех, кто обращается по поводу ряби, типа, как избавиться от ряби, я уже показывал. Отдельно стрим даже на эту тему запускал. Я поменял шкивы. После этого, ну, не сказать, чтобы он прям вообще перестал рябить. Но качество стало гораздо лучше. Вот, и по резонансам не так уж видно. Ну, немножко он видно, все-таки он резонирует. Там, как калибруй, не калибруй, все равно с валами эта проблема остается. Вот, и проблема с фидером. Фидер здесь токовый пока что стоит. До сих пор я его не менял. Я его два раза подгибал уже, так как показывал в обзоре. Хочу пожаловаться на Creality. То, что они приняли мой запрос по замене экструдера. Экструдера, то есть фидера. Просылают сейчас фидеры. Причем там за 3 бакса, что ли, там целый набор фидер. Что-то там, то ли хотенд еще, то ли камера еще. Короче, целый набор. Мне пришло уведомление. Они от меня заявку приняли. Однако, три недели уже тишина. Поэтому, ну, знаете, как-то, блин, вы нафигачили 3D принтеров, напродавали их. А как-то вот возместить проблему какую-то, да, возникшую, ну, что-то как-то у них не очень хорошо получается. Поэтому у меня от Гена презент. На, не парься, не жди. У меня они в запасе есть. Он мне дал фидер на K1 и K1 Max. Он у меня вот лежит запасной. Если вдруг там вообще что-то нахрен разломается, то я его просто поменяю уже. В третий раз проблема эта будет. Перейдем к K1 Max. Расскажу о нем. В Max я вообще пока что не менял ничего по железу. Только перепрошил его на открытую прошивку. Настроил шейпер правильно. Основная модификация здесь все равно, короче говоря, фидер здесь начал ерундить. Появляется проблема у меня в том, что отщелкиваться начинает вот этот вот фиксатор, да, ну, то есть, который, рычажок вот этот вот на фидере для заправки филамента. А вот я решил эту проблему путем установки резинки. Вот там вот сзади есть выступ на голове. Вон он торчит. Пипирка какая-то, не знаю она для чего. И как раз в натяг канцелярская резинка. Ну, если маленькая резинка, то мы ее восьмеркой вот так натягиваем. И нормально все держится, и модель полностью до конца допечатывается. Если же этого не сделать в процессе печати, часть детали летит в урну потом. Вот, а резинка здесь помогает. Так что такой прием, учитывайте это. И по рябе было эхо, нехреновое такое, от резонансов. Да, кстати, в отличие того, K1 он меньше резонирует, это слышно прям здесь, ничего не гремит, что хорошо. И как-то все-таки он получше, мне показалось, печатает, чем K1. Поэтому я здесь не спешу менять шкивы вообще. Все устраивает. В основном у меня заказы на техничку всяческую. Таймлапсики он пишет. В общем, с принтером пока что все нормально, все работает. Тот случай, когда мосты настроил правильно. Смотрите, значит, еще есть такая хитрость для фидеров старой версии. Могут появляться пробки. У меня пару раз такое было. Ну и писали тоже. Потому что у кого-то просто... Не то, что пропуски начинались, а просто закончилась экструзия во время печати. И такое происходит на высокотемпературных пластиках. Вот сюда вот шайбу нужно вставить. То есть поменять винты. Два винта, которыми прикручивается мотор к фидеру. Вот, десятка, по-моему, по умолчанию. Меняем их на 12-миллиметровые, либо же подойдут сюда еще длиннее. И вставляем между фидером, последней пластины фидера, и мотором шайбу. Вон она видна. У меня ближе не получится. Вон она блестит. И таким образом у нас получается расстояние между мотором и фидером. И от мотора будет меньше греться сама пластина и далее весь фидер. Из-за того, что внутри пластик начинает уже нагреваться и начинает плавиться. И просто его там внутри зажевывает. Смотрите, еще имеет место быть проблема с хотендом. С вот такой версией. Ставится она на К1. На К1 Макси версия с выступом, в которой вставится уже термистер в гильзе и фиксируется установочным винтом. То есть там можно, на тех хотендах, можно поменять термистер на более стабильный какой-то. Ну, естественно, если прошивка открытая, там настроите его. Здесь же именно в К1 может быть такое, что когда мы там захотели, допустим, попечатать какими-то материалами с температурой выше 270, у нас принтер будет улетать в аварию. И хоть откалибруйся там с этими пидами, ни хрена это не помогает. Это все равно периодически будет повторяться. Связано это с тем, что вот эта трубка керамическая с нагревательным элементом внутри, она имеет небольшой зазор вот с этой вот латунной частью, куда сопло вкручивается. Сделано это для того, так понимаю, что при нагреве все-таки металл расширяется, и он может просто эту трубку разорвать. Поэтому сделан вот такой температурный зазор. По стоку там есть термопаста, ее очень мало. Ну и со временем она, как вы знаете, термопаста на высокие температуры слишком не любит. Она со временем деградирует, там, не знаю, вытекает, испаряется, может быть, и помогает опять намазать термопастой. То есть полностью разобрать. Вот эта часть откручивается. Разбираем, трубку вытаскиваем, намазываем пастой, все собираем обратно, и у нас на какое-то время, допустим, ну, ну, нормально, немаленькое время все это хватает, и все нормально будет работать. И еще одна проблема здесь, это сопло от Creality. Я уж не знаю, там, как канал внутри, с какой геометрией выполнен, но, блин, пластик давится через эти сопла. Хуже это факт. Это даже заметно вручную, если, допустим, просто через фидер с отчелкнутой лапкой попробовать давить пластик. Поэтому у меня что на Максе, что на К1 сейчас сопла обычные для Валкана хотендов стоят. И с ними как-то лучше все работает. Особенно это было заметно на ТПУ. Так что имейте это в виду. Возможно, поможет замена сопла вам. На поверхности стола со временем остаются вот такие натыки в виде ямочек в четырех разных местах. Каждый раз, когда паркуется платформа, ну, стол по оси Z, разное положение принимает башка. И, видимо, с чувствительностью не очень угадали к реалити. И остаются такие ямки. Правда, у поверхности стола есть и хорошая сторона. То, что адгезия у нее довольно-таки неплохая. То есть липнет все хорошо по всей поверхности. Прогревается она хорошо. Но нужно обязательно использовать клей. Обычный спрей-клей 3D. Их сейчас много есть на рынке. Если его не использовать, а просто чистить там, да, эту пластину, то может верхний слой начинать отдираться с моделями. Учитывайте это. Такой момент. Либо же просто переходим на нормальную P зернистую. И она все эти натыки переживает вообще без проблем. И тоже к ней все хорошо липнет. А еще у моделей мы получаем нижнюю часть с такой вот зернистой поверхностью. Вот такая полезная модификация. Найти ее можно на Тинки Верс. Это боковая держалка катушек филамента, чтобы не лазить постоянно к задней стенке и не вешать катушку туда. При этом еще принтер должен на определенном расстоянии от стены стоять, чтобы можно было катушку повесить. А так, смотрите, сколько свободного места здесь остается. Красота. Здесь барабанщик на подшипниках. По-моему, 608-х. Они продаются в автозапчастях. Единственное, только я модифицировал ее под К1, так как вот эта часть, она длиннее. И крепится на винтах. Не нужно сверлить отверстия. Один винт используется под вентилятор штатный. И второй под крепление боковой панели. Нужно просто поменять эти винты на более длинные. И все это вот таким макаром крепится. Подходят широкие катушки, например, от Мака. Взял на тесты материал от нового производителя. Ну, для меня нового. О нем я раньше не слышал. Вот этикетка. На ней все видно. Это Педж. Педжи или Педга. Педж неправильно говорит. Меня там в комментариях один раз поругали. Хакки. Черный. И прозрачный. По два мотка. Мы люди простые. Я согласился взять мотки. Есть он и на катушках продается. Потому что катушки у меня такие есть. На таких катушках Антоха Советов продает свой материал. Вот. Поэтому. Ну, они разборные. Они легкие. Легко ставится. Здесь ключик. Легко заправляет. Не заправляется. Ну, устанавливается моток сюда. Ключик вот такой нужен. Шестигранный. На две половины разделяется катушка. Устанавливается материал сюда. И вперед. Вот я сейчас весь этот материал усажу сюда. Насажу на эти катушки. И буду сушить. Да, кстати. АМС-ка готова на бомбу лап. Хочется проверить. У меня там детали есть уже, которые нужно печатать. Ну, правда, всего лишь из двух материалов. Но все равно же уже интересно, как оно будет. Это гораздо легче, чем там, знаете, сидеть, выжидать, пока она до паузы там допечатает один цвет, потом менять его вручную. А это же все на автомате будет работать. Эх, красота. А, кстати, давайте-ка проверим. А катушки-то сюда подойдут? Да, зацените какая-то дополнительная информация. Просто на листке там что-то написано. Какие-то, я не знаю, строки служебная, заводская. Она так и осталась. Ее не стали убирать. Ну, видимо, калибровка. АМС-ка была откалибрована конкретно на данном принтере, в общем-то, с которым и она продавалась. Комплект трубок здесь. И, в общем-то, прикольно. Слушайте, вроде как подходит до барабанчиков, достает все. Потому что здесь барабаны автоматически будут подматывать эти катушки. И, вроде как, все должно будет работать. Но ничего, мы проверим. Как вариант, просто три в комплекте катушки, которые есть, там перематывать, когда они закончатся. Вот так и так придется мне перемотать. Просто мне те цвета и пла этот нафиг не нужен. У меня задача печатать петгом. Что ж, давайте перейдем к изменениям нового К1. Что там к реалити изменили. Добавили информационных табличек. вот здесь вот табличка с температурами. То есть, каким материалом на каких температурах, с каким максимальным объемом, обдувом. Да, для вентиляторов, для двух. Это вентилятор, который боковой, вентилятор обдува, экструзии. На сколько процентов использовать. в общем, все указали здесь. Потом дополнительная табличка еще вон там появилась, где нужно переключать напряжение режима электросети. То есть, она подсказывает, что чувак, залезь, посмотри, правильно ли включено у тебя напряжение. И еще приляпали яркую картинку на стол, предупреждающую о том, что нужно от платформы открутить транспортировочные винты. Дополнительно еще в данном комплекте появилась вот такая лента на двухстороннем скотче, резиновая. Я так думаю, стали класть ее для того, что она может потребоваться после обслуживания, когда мы полностью что-то разбираем, меняем, апгрейдим его. Может быть, для этого. Почему-то какая-то широкая. Я не нашел мест, где такая широкая лента здесь приклеивается. Ну и смазка. Смазки в первом комплекте, с первым К1 у меня не было. Ну и последнее изменение, пожалуй, это фидер. Отличия здесь очень простые. Если открыть крышку сразу. В принципе, сразу это можно увидеть по металлу, то, что он здесь не хромированный, какое-то другое покрытие у него, какое-то матовое. И оттенок цвета немного другой. и есть вот она, текстолитовая прокладка. Она как бы отделяет тепло от мотора фидера и мотора друг от друга. Короче, тепло мотора от фидера отделяет. Вот и все. Больше никаких изменений-то особо здесь нет. Я его к печати уже подготовил. Шкивы пока не тороплюсь менять. Посмотрю, изменилось, что нет вообще. Сравнение, так сказать, на деталях по делу K1 старого и K1 нового. Правда, я накатил здесь прошивку уже открытую, настроил его, проверил натяжку ремней все той же самой, тем же самым индикатором старым, добрым. Здесь с натяжкой не пришлось мучиться, здесь ремни нормально натянуты и одинаково. Произвел калибровку input shaping. Детали напечатаны на одинаковых профилях, одинаковым материалом, с одинаковыми скоростями, в общем, все одинаково. И как видите, все равно видно, что шкивы нужно менять, все равно какие-то волны вон они есть, эхо все равно есть, то есть никакая калибровка input shaping здесь не помогает, все дело в шкивах. Так что ждет тебя братец замена шкивов тоже. Так что такие вот изменения с K1, но вроде как в этом месяце обещали открытый сделать прошивку, мне вот интересно, что там к реалити с этим накрутят. Очень интересно. А на этом все. Подписывайтесь на наше сообщество, вот здесь где-то сейчас появятся ссылки, либо же они будут в описании к видео, там же найдете ссылки на мои магазины, заходите, может быть, чего-то из электроники для ваших 3D принтеров нужно будет. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. желаю всем удачи, качественной 3D печати. С вами был Виталий. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok